коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня разберем такой интересный вопрос когда выбивает по стопу где можно перезаходить на что обратить внимание тут такие но очень много нюансов я постараюсь скомпоновать максимально для того чтобы обеспечить наверное наиболее интересное соотношение риска прибыли и что самое главное готовую формацию покажу с которым можно работать и нужно я ее сам довольно таки часто применяю и сегодня на разборе будет сделка одного студента ночной охотнику на нас такой в общем у него основная торговля происходит в то время когда мы спим из-за отличного скажем так часового пояса ему приходится торговать в такое не самое интересное время ну да ладно перед началом хотел бы сообщить что полным ходом идет набор набор на курс майская группа 14 мая начинаем уже вместо осталось не так много поэтому заходите на сайт картель маркет и занимайте скорее места так сначала схематично покажу на примере ложнопробойных ситуаций смотрите когда мы работаем ложный пробой довольно таки часто происходят такие моменты что первое самое наверное приятно это высокая волатильность то есть не всегда с быстрого подлета к уровню когда мы идем до на больших парах то есть движение у нас такое довольно таки плотная не всегда после ложного пробоя нам дают вот здесь консервативную точку входа на срыв и очень часто приходится работать именно агрессивно то есть как только цена возвращается предпробойную плоскость мы открываемся стоп за хвост либо технический стоп точнее расчетный стоп лос до технический за хвост если с расчетными стопами не комфортно в условиях повышенной волатильности то конечно такие сделки приходится пропускать и очень часто мы вслед уходящего поезда смотрим и такие вот моменты бывают они очень комфортно пересиживать значит изначально до вход ложный пробой плюс консервативная точка входа и вот здесь на срыв либо сразу к уровню когда нас не пускают далеко да то есть такой вот погашенный импульс если мы зашли в ложный пробой агрессивно и цена не пошла выбивает по стопу то мы оказываемся в условиях что если мы здесь еще раз будем брать на примере у нас будет шортовая сделка поэтому я так покажу еще раз если будем брать шорта мы можем получить продолжение движения да то есть у нас как бы цена стремится дальше наверх и вот здесь перезаходить крайне некомфортно что нужно что можно на что обратить внимание если нас выбивает по стопу оставьте эту ситуацию на какое-то время да то есть пусть это будет позже в момент когда цена пилит уровень мы не трогаем можно трогать но я предпочитаю сказать так и учуя показываю одной простой вещи если здесь начинается распил мы можем работать относительно уровня только в том случае если цена начинает увидеть если мы вот такое видим то здесь можно брать такие вот точки на срыв и с этим работать либо если нас не останавливают возле уровня у нас с вами всегда есть нижняя граница если здесь идет распил то есть у нас появляются какие-то границы локальные от этих границ можно работать так как мы на домашке да у нас инструмент попадает и таки на примере на шортовый лист мы будем смотреть шорты преимущественно только под нижней вот этой границей на торговке то есть если нас прижмут к низу то пожалуйста здесь заходите и работайте свои точки входа на срыв я покажу сегодняшний свой стоп и там как раз будет такая ситуация что меня выбило перри захода вот этого не дали ну то есть волатильность была окей единственный момент был что инструмент довольно таки прилично прошел но биток продолжал смотреться шортово поэтому я решил поучаствовать то есть запоминаем да схематично если распил возле уровня у меня была сделка стартовая мы упали постояли я брал на срыв меня отстопило и потом вот здесь не было этой остановочки и нигде здесь в продолжении ничего не было то есть перезахода по факту не дали идем на графике да пара этот пара секунд на биток у нас очень интересное место впереди 59 450 если здесь сейчас нас не остановят и мы повалимся дальше здесь есть очень интересная область под которой оставлена куча стопов на ликвидацию в районе 50 тысяч там чуть меньше биток при росте там были такие движения что он поджимался поджимался потом так вот клевал выбивал всех этих ближайших и потом уходил вот здесь мы не клюнули и весь этот рост здесь есть тех пор висят эти объем чеки на глаз да есть ресурс а можно посмотреть где скоплены объемы ликвидации в общем там будет интересно если нас вытащат 59 500 и вот туда дальше может быть здесь на какие препятствия в районе 58 тысяч будет да там 57 500 нужно будет посмотреть первые сегодняшние ты домашка нефти домашка такая тоже не супер ситуации но вполне себе локальная остановочка можно было посмотреть дальше мне она понравилась с утра как находилась да мы недалеко ушли после подхода и нас обратно сюда начали отдавливать поджимать на срыв этот по стандарту ничего не вдумываю чем проще тем лучше моя ситуация без перезахода девочку такая картинка была похожа 0 81 вот это вот отмечка мы здесь провалились очень сильно я смотрел за этим хвостом если здесь будет ложный пробой нас должны вытаскивать наверх во время подхода у нас здесь ложный пробой нас никуда не потащили вот это место я пропустил потому что здесь запас ухода не так много да там один процент x небольшим хотелось вот туда в пустоту поработать подход тоже был неплохой волатильность адекватная да то есть стопики как можно было поставить тоже не такой уж и большой вытащила на стоп и после этого не дали нам перезахода на срыв то есть перезахода не было и здесь ситуация тут такой больше локальные зеркальный уровень нас держали сверху держали снизу потом мы пробили и сверху здесь тоже держались в общем отметка неплохая с точки зрения подхода к уровню на ложный пробой тут тоже вопросов нет волатильность спала мы но по-хорошему нас должны были вытаскивать мы здесь закололи вот этот откат и начали движение обратно то есть в момент принятия торгового решения это выглядел вот так неглубокий ложный пробой и неплохой там запас хода до отката можно было попробовать посидеть забирать размотала то есть это было ну по москве я говорю там 250 ночи то есть практически переход суток волатильность повышенная и в момент принятия торгового решения уже есть неплохая на торговка здесь довольно таки долго продержали практически два часа инструмент стоял никуда не шел стопик за на торговку и так до вот это движение то есть уместился тут почти четыре к одному но там минус комиссионные расходы тоже вот как пример что ждать на ложном пробое если мы заходим и на стопит то относительно уровня можно работать только тогда когда цена начнет увидеть начнет его чувствовать ждать до ходит там на две копейки стопик сразу за на торговку то нет смысла ставить стоп далеко если опять начнет разматывать то необходимо будет такую ситуацию пропустить ключ кроется лишь в на торговке в малой волатильности в момент принятия торгового решения о вторичном заходе и только в текст ситуациях в тех случаях когда у нас не ломается картинка то есть если вы хотите работать ложный пробой вас вот так выбивает этим движением и после инструмент начинает поджиматься здесь никаких шортах речи быть и не может да то есть инструмент начинают давить дальше поэтому для стартовой картинки здесь неплохо еще и на младшем таймфрейме структуру поломанная да то есть откат реха и уход вниз классика тех анализа до паттерн кого зимода отсутствие отара но в данном случае тут отар равен нулю вокруг цена открытия все это дело бы стало и получили движение на продолжение то есть классические паттерн и плюс уровня и вполне себе альная ситуация и самое главное маленькая волатильность для того чтобы можно было поставить здесь конечно относительно не такой уж короткий вполне себе стандартный стоп но ввиду того как сейчас рынок носит местами вполне себе адекватный стопик такое можно посмотреть на истории тоже да посмотрите ложные пробои на предмет наличия вот таких заходов потому что многие ошибаются делая бэк тесты и ищут идеальные ситуации нужно всегда помнить о том что идеальных ситуаций но они конечно бывают на рынке но не так часто как хотелось бы поэтому если вы там делаете бэк тесты вас выбивает по стопам не спешите уходить от данной ситуации на можно чуть-чуть еще тестов либо симуляцию рынка то есть график чуть-чуть подвигать вправо и посмотреть если аналогичные картинки с перезаходом ибо там например ложный пробой выбило по стопу и где-нибудь вот здесь даю точку входа на срыв то есть мы направление определяем заранее дамы не думаем что если здесь не short значит обязательно лонг направлением необходимо определиться заранее а уже под это направление ожидать хорошей формации где можно будет пробовать заходить вот всем удачи используйте стопы пока пока а а а а а а а Продолжение следует...